Обычаи и законы дня перед Рошешана. Месяц Тишрея это первый месяц, который мы считаем года, и поэтому в этом году наступает 1782 год. Месяц Тишрея это первый месяц для отчета месяцов, поэтому месяц Тишрея получается седьмым месяцем от месяца Ниссан, поэтому второе написано, первый день седьмого месяца это Рошешана. Также это место называется Ерах-этаним, месяц великих, потому что в нем родились великие иностранцы, Авраам, Искак и Яков. Мазаль этого месяца это Висы, Мознай, так как мы знаем, что в этот месяц у нас Рошешана и Йом-Кипур, великих, которые нас судят, то есть взвешивают наши митцвот и, не дай Бог, наши ошибки. Говорит Аллаха, в день перед Рошешана, в виду и анна, на Тиратапай, мы в молитве Шахарит и в Минха не считаем. В день перед Рошешана. Мизморья Анха Ашем, в день цара мы не говорим, Тихила Алле Давид, Тихила Алле Давид мы не говорим, как во все предпраздничные дни. Но обычно в предпраздничные дни мы не говорим в виду только в Минха. Здесь Рошешана мы даже в Шахарит не говорим, но в Слихот мы еще говорим. Принято делать Аторадный Дарим, освобождение от клятв и обетов в день перед Рошешаной и в день перед Йом-Кипур, чтобы, не дай Бог, не быть наказанными за грехи неисполненных обещаний. И также делают Аторадный Дарим за 40 дней до Рошешана, как мы с вами делали, 29 авгу. И понятно, что этот Аторадный Дарим не освобождает человека от обещаний и клятв, которые он помнит. Это освобождает его от того, что он не помнит, от того, что он забыл. Дальше говорит Арахам. Очень хороший и правильный обычай в день перед Рошешана. Постричься, искупаться, постирать вещи, одеть красивые чистые вещи в честь праздника и окунуться в миг перед Рошешана и также, конечно, желательно окунуться в миг перед Йом-Кипур. В день перед Рошешана женщины, у кого из Радыша не дома, пошли рожать в госпиталь, или по другой причине не дома, зажигают свечи. Праздничные свечи нужно зажечь и первую ночь Рошешана, и вторую. Первую ночь мы зажигаем до захода солнца, во вторую ночь после выхода звезд. Человек, который зажигает парафиновые свечи, и он обычно подогревает их снизу, чтобы прилепить их к светильникам, то он должен это перед Рошешана приготовить на обе ночи, потому что в Рошешана на праздник, на Йомтов это делать нельзя. Поэтому должен приготовить свечи и на первую ночь, и на вторую ночь. Те, кто делают масло, могут масло доливать. Когда мы зажигаем свечи, перед зажиганием свечей мы говорим, Йомтов. Мы также говорим Шефиану. И также говорит Араха, что во вторую ночь мы не имеем права зажигать новый огонь. Поэтому, когда мы зажигаем свечи, мы говорим, от огня, зажигаем от огня к огню, и свечу, которую мы зажгли, свечу, свечу нельзя ее тушить. Нужно ее аккуратно положить, чтобы она сама потухла. И рацион, чтобы у нас был хороший и сладкий год. Амин.